Всем привет! Вы снова на моём канале, и сегодня у нас будет, я так понимаю, как всем понравилось предыдущее видео, покупки месяца. Но, скорее всего, это даже будут не покупки месяца, а лето, потому что я не покупаю очень много, постоянно осознанно подхожу к своим покупкам. И чаще всего это бывает для съёмок, даже не для меня. Каждый раз я думаю, ага, так, вот эту вещь я использую точно в съёмке, надо взять для съёмки. У каждого стилиста должна быть своя стилистическая база. Моя лежит в огромном чемодане, обувь, колготки, носки, всякие купальники, нижнее бельё, всё, что может понадобиться на съёмке экстренно. Что-то такое необычное, уникальное, чего может не найтись в определённой локации или городе. Вот, поэтому ты это всё очень долго собираешь, и потом очень классно и бережно с собой возишь по всем странам. Топ. Таким образом, в эту закупку, если в прошлый раз я обращала внимание больше на базовые вещи, которые мне были жизненно необходимы, да, там топы, какие-то обычные базовые. Так что в этот раз вся закупка у меня из необычных вещей, потому что я по нему очень соскучилась, мне захотелось чего-то необычного, чего-то неординарного и чего-то интересненького. В общем, сейчас вам всё покажу и расскажу. И начну я, наверное, сегодня с... Ещё раз повторюсь, с одного моего из любимых брендов. Это Yaspis. У меня произошла такая чуть побольше закупка, чем в прошлый раз. И вместо того, чтобы... В прошлый раз я купила только один лонгслив, чтобы попробовать, посмотреть, как это будет на мне сидеть, нормально ли качество и всё такое, то сейчас я уже заказала побольше, потому что мне очень комфортно в этой одежде, ткань безумно приятная, тебе не хочется носить ещё что-то. Я вот реально хочу целыми днями ходить только в этой одежде, но, к сожалению, летом слишком жарко в такой с длинным рукавом, но я нашла выходы. Итак, первое, что я заказала, это вот такой костюм. Это лонгслив и брюки расклешённые. Это коллаборация Yaspis X108. Я всегда большую часть времени ношу чёрное, поэтому чёрное мне привычнее и понятнее. И мне понравился вот этот зелёный цвет, хотя я вообще не особо люблю зелёный. Но в сочетании с чёрным, когда его не сильно много и он размытый, мне кажется, с блондинками смотрится классно. Лонгслив, который я заказывала первым, он из бамбука в сочетании немножко с эластаном. Эта же ткань, она другая, это 100% полиэстер, но при этом всё равно очень приятная к телу, комфортно. На такую, мне кажется, походу похолоднее, но вообще это как бы для занятий йогой. Но кто мне запретит ходить на улицу так? Вот. Вот такого цвета у меня первый лонгслив. Я взяла в таком же цвете футболку оверсайз. Её можно носить как платье, её можно с огромными широкими штанами или джинсами носить. В принципе, вариантов для стилизации много, только нужно понимать, что если это платье, то на рост 175 это прямо экстра мини, вот. Так что туда нужно пододевать какие-то, например, если на улицу идти, для меня было бы комфортнее, какие-то короткие, очень шорты, супер очень короткие, облегающие шорты. И тогда, в принципе, всё окей. Ткань супер, очень качественная, я сравнила со своим лонгсливом, который у меня уже был, я его стирала, получается, год, с отбеливателем, с ванишем, с чем только угодно, но всё на 30 градусах. И принт вообще не изменился, то есть всё, что здесь напечатано, у меня с течением стирок и года целого ничего не изменилось, ничего не испортилось. Это всё ещё можно носить вот прям одинаково. Вот, специально взяла две вешалки для сравнения. Этот куплен год назад, а эта купила только что. И абсолютно всё одинаково. Я говорю, я стирала с отбеливателями, я стирала с ванишем, главное, всё на 30 градусов, и ничего с рисунком не произошло. Для меня это очень было важно, поэтому я решила, что это супер покупка, я хочу ещё себе дополнительные варианты, опции, когда немного жарко, потому что в жаркую погоду с длинным рукавом не походишь. И я, получается, докупила ещё вот такую юбку мини, чтобы носить с лонгсливом. И на совсем жаркую погоду топик, я покажу здесь фотографию, как это смотрится комплектом. Вот, чтобы на разные погодные условия, в очень сильную жару, когда чуть-чуть, там, плюс 20, в футболке можно ходить, там, когда уже похолоднее 15, то уже в лонгсливе. Потому что, я вам говорю, очень приятная ткань, бамбук, прям совсем не хочется из этой одежды вылезать. Ещё в ясписи я взяла купальник, потому что фотографии были настолько классные, что они мне 100% продали его. Я взяла себе чёрно-белый по классике, 100% полиэстер, но как бы в купальниках он и нужен. Из бамбука всё намокнет, и не очень хорошо будет всё сидеть и выглядеть, поэтому вот такой купальничек, здесь фоточки. Буду ходить на пляж, летом загорать. Следующая покупка — это приобретение от моей знакомой стилистки, которая сейчас запустила свой бренд одежды, и она является дизайнером этого бренда одежды. Там всего пока что несколько видов платьев и топ, но это настолько уникальные вещи, что я просто не смогла стоять в сторонке и не приобрести себе такое платье. Кстати, я вот здесь покажу страничку бренда и как выглядит платье на фигуре, потому что вот так вам будет ничего и непонятно. Но мне очень понравилась ткань, мне очень понравился цвет. В общем, естественно, я его купила для себя, но я также использовала уже его в съёмке. Как будут фотографии, я покажу. Мне очень понравился этот необычный дизайн и как оно смотрится на теле, что оно такое всё обтягивающее. Очень приятная ткань, мне кажется, это хлопок с эластаном и очень приятно, комфортно на теле. Это можно носить как платье, можно спустить вниз и застерилизовать под юбку, например, с какой-нибудь огромной футболкой. Если хотите такое же, пожалуйста, это не реклама, я всё покупаю за свои деньги, мне никто не платит ничего и не просит меня рекламировать. Просто поверьте, что я вот реально просто делюсь с вами как есть. Мне очень захотелось необычное платье. Вот, собственно, я очень рада, что моя знакомая запустила бренд и у меня теперь есть возможность такую вещь носить. Следующая покупка, а точнее подарок, мне подарили вот такое очень красивое платье моего, одного из любимых брендов My812, чему я безумно рада, потому что мне это платье на сайте очень сильно нравилось и так получилось, что мне его подарили. И оно просто божественное. Ребята, вы понимаете, да? Я, опять же, показываю вам фотографию, как оно сидит на модели, потому что здесь так ничего не видно. Оно очень приятное. Я так понимаю, это на ощупь лён. Есть такое ощущение. Я уже в нём ходила на презентацию шоурума моей подруги-дизайнерки. И оно очень приятное, оно очень летнее, здесь очень много слоёв, и я чувствовала себя прям принцессой. Даже не знаю, куда я ещё его надену, но я постараюсь на всякие такие прикольные мероприятия одевать. Кстати, оно очень красиво выглядело с объёмной кожей курткой винтажной. Мне показалось, что на дневное мероприятие как бы чуть-чуть упростить его курткой будет классно. Ну, также оно, естественно, будет хорошо на плоской подошве с такими винтажными, например, туфельками. Скит-ин-хилл мне очень нравится, стилизация, я так, собственно, и носила. И мне кажется, оно очень самодостаточное, и сильно много туда ничего не нужно. Вот просто его, может быть, максимум какой-то приталенный жакет или вот оверсайз-куртку кожаную, и отлично. Конечно же, ещё из покупок мы не можем исключить винтажки. Я была недавно в Любляне, делала документы, и там есть моя любимая винтажка, где я нахожу постоянно какие-то ценные находки. Вот, например, я нашла вот это платье белое. Оно просвечивает, поэтому его нужно с чем-то носить и как-то дополнительно пододевать на нижний слой. И я ещё взяла вот такую юбку. Она тоже прозрачная очень, но её прикольно будет подстилизовать тоже с какой-то ещё одной, может быть, вторым слоем чёрной юбки. Или она может торчать из-под огромной футболки. В общем, мне кажется, она очень милая и классная. Мне захотелось немного кружевом, потому что на это идёт большой тренд. И я, в принципе, уже не помню, когда последний раз носила что-то с кружевом. Наверное, последний раз в 2016 году. Я помню вот этот период, когда все обожали Dolce & Gabbana, вот эти платья с кружевом, вот эти и талии чёрные, не платья, не чёрные платья, футляры, все в кружеве, красная помада, вот эти вот короны. Ну, вы поняли, да, про какую эру Dolce & Gabbana я имею в виду. И, собственно, там оно всё остановилось, и после этого я вот до этого момента не носила ничего кружевного, а сейчас очень захотелось. Поэтому раз, маленькая деталь, и вот такое вот тоже платьишко. В винтажке в Загребе я нашла вот такие чёрные лодочки Эскада винтажные. Они сатиновые, внутри кожа. И они очень милые, вот с такой застёжечкой прикольной. И я как раз себе искала винтажные маленькие туфли на Китон Хилл. Собственно, я их нашла, чему очень рада, очень удобные. Кроме Китон Хилл мне вообще очень сложно что-либо носить. Поэтому вот гоняю теперь таких. Ещё я нашла вот такие странные тапули. Я так понимаю, это достаточно известная фирма, называется Penny Black. Но она была популярна что-то там в 2000-х. Они такие прикольные. Вот на экстра-маленьком каблучке. И он выполнен в форме рюмочки. Это настолько мило смотрится на ноге, просто невозможно. Естественно, я их купила для съёмки. Но, естественно, я их использую для себя, гоняю. Мне кажется, они вот очень классные, тоже сатиновые. И очень клёво на ноге смотрится прямо. Дальше я поняла, что у меня есть проблемы с аксессуарами. Что мне очень мало чего-то нравится. И когда я нашла наконец-то, что мне нравится, я этого взяла. Конечно же, я купила вот такой брелок. Лапку в патисонче. Ещё одна моя знакомая Оля создала свой собственный бренд мыла и предметов для душа. И особенностью этого бренда стали вот такие вот лапки. Ну, такая маленькая фишечка бренда. И вы можете его приобрести, посмотреть там мыло. Всё очень эстетично и красиво выглядит. Я вообще за визуал аплодирую. Настолько показать красиво мыло. Я думаю, ни один лаж, ни одни такие большие компании никто такого не делал. Это реально выглядит очень эстетично, стильно. Там также можно купить небольшие фотографии, плакаты напечатанные. Тоже очень стильно выглядит и круто смотрится в интерьере. Так что очень советую. Дальше я всё лето искала свой идеальный кулончик с сердечком. И я его нашла. Этот кулончик из бренда Abajams. Я надеюсь, я правильно произношу. Вот страничка, соцсеть. Там очень много разных украшений по абсолютно доступным ценам. Этот кулончик обошёлся мне в 3 900. Я хотела какой-то такой необычный. Все носили эти кулончики с сердцами. Мне плевать, что может быть это уже не модно, уже никто не носит. Но я себе хотела. Поэтому, когда я нашла идеальный, это случилось в конце лета. Вот, собственно, я его нашла, чему очень рада и довольна. Суперпростая нитка, металлическое сердечко. Классно смотрится с другими моими кольцами. Так что, вот. Ну и напоследок, я ходила по плашинным рынкам, по винтажкам, на острове Пак, в Загребе. Да, так получилось. В общем, я нашла себе кучу пластиковых браслетов и два деревянных. Они всегда пригождаются в каких-либо съёмках. Сейчас это очень актуальный тренд. Большинство стилистов их используют. Это смотрится прикольно, красиво на фотографии. Иногда я тоже надеваюсь, чем-то ношу. Но в основном это куплено для съёмок. То есть это прям, что может резко понадобиться в кадре. Мне они очень нравятся. Я не помню, за сколько я их купила. По-моему, 4 за 15 евро. Вот этот деревянный браслет, он был самый дорогой. Он стоил 15 евро или 10, я не помню. Вот этот вообще стоил копейки. У меня теперь куча браслетов. Буду их использовать в съёмках. Вот такое недолгое, короткое видео о моих покупках. Я думаю, их не очень много, но они все нужны. И я их буду с удовольствием носить. Если вам что-то понравилось, обязательно приходите на странички в соцсетях этих брендов. Я их оставлю в описании, чтобы вы их всегда могли найти. И спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк, не забудьте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok